Физические методы исследования в астрономии и орбитальная телескопия. Итак, Галилео Галилей. Это первый человек, который изобрел телескоп. Так приблизительно выглядел телескоп Галилея. Схема Галилеева телескопа. Самая главная тут часть, это, конечно, линзы. Здесь у нас находится собирающая линза, тут рассеивающая линза. Как видите, вот она схема, очень простая. И свет, попадающий от какой-то планеты или звезды, проходит через одну линзу, попадает на вторую линзу. И здесь в этот окуляр уже можно наблюдать непосредственно глазом, как оптическим прибором, да, фиксировать то, что мы будем видеть. Вот такая простая схема Галилеева телескопа. Главная его телескопа, часть это линза. А существует еще один телескоп, это рефракторный. Рефракторный телескоп, это телескоп, где используется зеркало вогнутое. Лучи света от космического объекта попадают на зеркало, дальше собираются на вогнутое зеркало, собираются, попадают вот на такое вот зеркало под углом 45 градусов, и дальше линзы, окуляр, и можно наблюдать опять же глазом все, что мы смогли, весь поток энергии световой, который мы смогли собрать телескопом своим от планеты или звезды. То есть мы увидим объект через окуляр. Вот так приблизительно устроены телескопы обыкновенные. Ну, вот так. Так вот выглядит телескоп. Рефрактор. Рефрактор. Пятиметровный рефлектор. Обсерватории. Вот таким образом. Большое сооружение. Радиотелескопы. Радиотелескоп, это телескоп, который работает за счет улавливание электромагнитных волн радиотиапазона. Смотрите. Вот в Нью-Мексико находится радиотелескоп. И радиотелескоп Пуэрто-Рико. Ну, таким образом, при помощи этих радиотелескопов можно изучать тот диапазон электромагнитных волн, который приходит из космоса, это диапазон радиоволн. И радиолокация. Изображение лунного кратера, полученный радиолокационным методом. И радиолокационное изображение района гор на Венере. Например, Максвелла. Космический аппарат Венера 1516. Ну, здесь маленько. Метод другой. Мы посылаем импульс и получаем ответный импульс. И таким образом можем получить фотографии, изображение. То есть радиолокация, локация. То есть мы посылаем импульс и получаем импульс. Таким образом работает локатор. Фотографический метод. Ну, фотографический метод подразумевает фотографирование, как вы сами понимаете, космического пространства, которое мы наблюдаем. Это фотографирование происходит, конечно, через телескоп. Вот это фотография. Из этой фотографии видно, что в данном случае Земля делает оборот. И звезды нам видны. Вот в такой, будто описывающей окружности. Вот часть звезда описала окружность. То есть за какое-то время мы видим, как звездное небо как бы вращается. На самом деле, конечно, вращается Земля. Вот это вот вращение Земли. И здесь, очевидно, находится центр вращения, да, центр мира. При помощи телескопа можно рассматривать уже небесные объекты. Ну, например, Луна. И сделать фотографию, само собой, разумеется. Потому что мы посмотрели визуально глазом. Это одно дело. И другое дело совершенно, когда мы получили фотографию. Предпочтительно делать фотографии. Посмотрели глазом, но сделали фотографию, это гораздо важнее. Потому что на фотографии потом можно увидеть то, что мы не увидели визуально глазом. Поверхность Луны приближенная. Такие точные, такие большие снимки можно сделать при помощи телескопов. Поверхность Меркурия. Поверхность Марса. Снимок поверхности Марса получен из стереокамеры высокого разрешения с аппарата Марс. И далее, вот смотрите, выполнили снимочек. Естественно, что это выполняется снимок с тех аппаратов, с тех телескопов, которые... И фотографических аппаратов, которые находятся на космической станции, которая смогла долететь до какой-то планеты. Это тоже мы можем выполнить. Фотографии Юпитера. Фотографии Сатурна. С его красивыми кольцами. Спутники Сатурна. Если три вот спутника, они больше похожи на обломки, то спутник Титан очень похож на планету. Планета Нептун. Планета Нептун. Лето, который привозил нам фотоснимки. Марс-оход. Такие оборудованные вездеходы для съемки планет. И звезды можно изучать при помощи спектров. При помощи спектра мы можем определить, из каких элементов состоит любая звезда. И смотрите, вот сплошной спектр. Спектр натрия, вот всего одна полосочка. Спектр водорода, вот полосочки. Спектр гелия. И теперь, если мы на спектре какой-то звезды увидим знакомые нам полосочки, мы скажем, ага, там водород находится, вот тут гелий находится, вот смотрите, а тут натрий, оказывается, еще есть и так далее. То есть, изучая спектры, мы можем определить, из каких таких элементов или какие элементы входят в состав звезды или какой-то планеты. Ну, там спектры не излучения, спектры поглощения, скорее будут, потому что отражаемый свет мы получаем, не испускаемый, а отражаемый. Вот спектральный анализ. Ну, посмотрите, вот оно, Солнце и спектр Солнца. Смотрите, вот они, полосочки водорода. Значит, на Солнце присутствует водород. Ну, гелий, да, положим, там, мы смотрели с вами, полосочки гелия, да, должны, ну, это все к водороду относятся. Где-то полосочки гелия там у нас могут быть, где-то еще, чтобы так далее. Ну, вот звезды спектрального класса А. Вот они имеют какие полосочки, значит, мы можем сказать, что они водород, например, входит в состав, еще что-то, да. Туманность, ага, тут тоже мы можем посмотреть водород. Водород практически присутствует везде. Ну, и сплошной спектр показан. Ну, как-то так. Дальше, красное смещение. Есть такое понятие, как красное смещение. Красное смещение полосочек, полосочек в красную сторону. Посмотрите, если мы посмотрим сплошной спектр, это часть красная, а это синяя. Значит, если полосочки смещаются в ту сторону, это называется красным смещением. И при появлении красного смещения мы можем говорить о том, что данная звезда, положим, удаляется от нас. Таким образом определяется, куда двигаются светила относительно нас или относительно центра галактик. Ну, и спектрограф устроен вот таким образом. Самые главные части это линзы и призма. Прозрачная призма трехгранная, через которую преломляется свет. И через эту щель свет попадает. И дальше он у нас через эту призму попадает на... Извините, через эту линзу попадает на призму. На призму происходит разложение или раскладывается свет на отдельные части. И мы получаем, например, три пучка света. И уже эти три части спектра мы получим. Например, синий тут у нас получился, зеленый и красный. Три полосочки получатся. От какого-то вещества нам дало три такие вот полосочки на спектре. На фотопластиночке мы сфотографировали. Получили спектр испускания. Ну и у нас на орбите также могут находиться телескопы для наблюдения за небесными светилами. Здесь у нас показан телескоп Хаббл. Он находится в космосе на американском космическом спутнике. И производит, естественно, все необходимые фотографирования, которые нужны. Вот фотография спиральной галактики у нас, да, показана. Ну, вот, пожалуй, поэтому все. И давайте подведем итог. Физические методы исследования. Еще раз. Значит, оптические телескопы, радиоастрономия, фотографический метод, спектральный анализ и орбитальные телескопы. На этом все. До свидания. Желаем успехов. Субтитры создавал DimaTorzok